Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Вдох-выдох». Меня зовут Станислав Крючков. Я рад встрече с вами на канале «Ходорковский лайф». Подпишитесь, поставьте свои лайки и делитесь соображениями по поводу всего того, о чем пойдет речь в нашем сегодняшнем разговоре, гостем которого станет политик Лев Шлозберг. Лев Маркович, здравствуйте, рад вас видеть. Станислав, здравствуйте, я очень рад вас видеть. Мы встречаемся с вами в день, когда вот уже 17-й раз подряд в стране встречают, отмечают, празднуют День Народного Единства. Что у нас с Народным Единством, Лев Маркович? У нас отдельная история с праздником Дня Народного Единства и совсем история с Народным Единством. Давайте и о том, и о другом. Попытка заменить, а это совершенно очевидно, 7 ноября на 4 ноября, была связана с попыткой переключиться с Советской империей на Российскую империю. С консолидацией общества с советской властью на консолидацию общества с нынешней российской властью. Эта попытка не удалась. Этот день не стал никаким лично чувствительным днем для десятков миллионов людей. Отчасти потому, что события начала 17 века, когда, собственно, и происходили эти непростые и боевые, и политические, и общественные волнения, не близки людям, люди не знают историю своей страны, не понимают, что такое смутное время, из которого в итоге выросла династия Романовых. Ну и, строго говоря, для людей, которые не живут в Российской империи, не живут в эпоху династии Романовых, непонятно и никогда не будет понятно значение, я бы сказал так, государствообразующих для Романовых событий начала 17 века в России. Поэтому этот праздник, эта дата никогда не будет понятна никому, кроме историков, а историки придерживаются, мягко скажем, противоположных мнений и оценок на события смутного времени, их исход и, в том числе, так называемое изгнание поляков из Москвы силами ополчения Минина и Пожарского. Поэтому, если сейчас уйти в историю, то мы увидим растерзанную страну, разорванную междоусобными склоками, в том числе, как бы сейчас сказали, межелитными склоками, я могу только посоветовать всем, всем без исключения, читать не только исторические хроники, их очень много издано о событиях смутного времени, я советую всем открыть Александра Сергеевича Пушкина, великого Бориса Годунова и прочитать одну из самых величайших написанных на русском языке исторических и политических драм. Это об этом, об этих событиях. И в каком-то смысле, слава богу, что есть Пушкин и есть его Борис Годунов, потому что Борис Годунов на самом деле это не драма, это трагедия. Это трагедия. Борис Годунов завершается династическим убийством. И когда захватившие власть через убийство люди выходят к народу и требуют у народа петь славу, то последняя авторская ремарка, которая всем известна, но мало кто помнит, в каком контексте эта ремарка появилась, это ремарка Пушкина «Народ безмолвствует». В Борисе Годунове очень много удивительно глубоких исторических наблюдений и выводов, политических выводов. Нужно сказать, что художественная правда, в каком-то смысле правда вымысла, иногда оказывается точнее исторических документов. Она восполняет лакуны в исторических документах. Это вот знаменитое «нельзя молиться за царя Ирода». Это же все из Бориса Годунова. А знаменитое «наставление сыну», когда умирающий царь объясняет, как держать власть, как править, это же глубже, чем весь Маккиавелли. Это глубже. Потому что в этом видна специфика, особенность, психологический уклад российской власти. В общем, я могу сказать, что для меня день 4 ноября, это день, когда я вспоминаю Бориса Годунова, Александра Сергеевича Пушкина, и даже иногда перечитываю, и хочу вспомнить просто личные воспоминания совсем в другое время, в другой жизни, в 90-е годы, сюда, в Псков, к нам, приезжал МХАТ во главе, как во главе, с участием Ефремова, того самого старшего Ефремова, и они ставили на маленькой сцене Псковского театра драмы Бориса Годунова, а Ефремов ужасно себя чувствовал, было очень плохо. И потом артисты Псковского театра рассказали мне, что он выходил на сцену, отрабатывал свои сцены, уходил за кулисы, ему делали укол врачей, скорая находилась за кулисами, ему делали укол, каким-то образом поддерживали его силу, он возвращался на сцену, играл очередной акт, уходил за кулисы, ему снова делали уколы, он снова возвращался. Вот такого Бориса Годунова с великим Ефремовым, МХАТовского Бориса Годунова я видел своими глазами. Вот такая картинка памяти у меня жива. Лев Маркович, а если отнестись к этому не как к памятной дате, и не как к поводу о некоторых картинках из прошлого вспомнить, а как к дате целеполагающей или целеустанавливающей, вот это единство, да, сегодня в условиях фатальной свернутости внутреннего диалога, внутренней дискуссии, в условиях, когда общество отнюдь не едино, эта дата уместна, памятая, что сегодня в ночи бывший президент страны, а ныне секретарь Совбеза Медведев написал такие слова. Заместитель секретаря Совбеза. Теперь он пишет о создателе в своем сердце, о Люцифере, о врагов, грозит отправлять в гиену огненную. То есть, ну это же очевидно, не посыл, ориентирующий на единство, а декларация разъединения, если можно так выразиться. Станислав, благодаря вам я прочитал сегодня утром очередное послание Дмитрия Анатольевича Медведева в его телеграм-канале. И на мой взгляд, этот документ не только и не столько политический, сколько медицинский. Он требует внимания врачей вполне определенных специальностей. Это еще не прощальный эпикриз, не посмертный эпикриз, но это эпикриз. Это эпикриз очередного этапа развития вот такого печального, в моем понимании, трагического развития человека, который начинал свою политическую биографию со знаменитого выступления с цитатой «Свобода лучше, чем не свобода», а теперь перешел, по сути, к посланию «Смерть лучше, чем жизнь». И это, на самом деле, личная трагедия Медведева. И я абсолютно убежден в том, что это всегда будет трагедией, но над этой трагедией смеются, потому что выглядит Дмитрий Медведев в этой ситуации не как государственный деятель, а как человек, потерявший самообладание, потерявший возможность выражать свои мысли цивилизованным языком. В этом обширном послании, которое, я думаю, писалось ни одну минуту и ни один час. Есть много других цитат, которые сегодня наперебой, просто наперебой, как я увидел, цитируют в различных социальных сетях. Я прочитал и представил себе Медведева, который лично, судя по его психологическому состоянию, он лично пишет эти чудовищные, на мой взгляд, тексты, как он это все добавляет, про это вырождение, текущие слюни. Но ужасно, это ужасно, никаких других мыслей у меня нет. Конечно, это никакое ненародное единство, это унижение, это уничижение, это глумление над человечностью, это обещание уничтожить всех, просто всех несогласных, но при этом это выглядит смешно. Простите, какой Дмитрий Анатольевич Медведев и Господь Бог? От имени кого Он обещает и кому гиену огненную? Он кого представляет? Он что из себя представляет сейчас? Вообще нужно сказать, что знаменитая истина Кесарева о Богу Богово, это же назидание всем политикам. Не заходи на ответственность Бога. Ты не Бог, ты смертный. Не заходи, не обещай от имени Бога ничего. Тебя ждут большие разочарования. Я думаю, что Дмитрий Анатольевича ждут большие разочарования. Но отчасти, отчасти, его вереница уже не первый месяц продолжающихся кошмарных текстов выглядит как борьба за власть, как участие в борьбе за власть. Медведев уже был президентом. Он выполнил задание Путина. Все, как они договаривались осенью 2008 года, как потом они уже в 2011 году, 24 сентября, радостно сообщили всей стране, что мы договорились, и вот теперь мы выполняем наши договоренности. Он отсидел 4 года, прогрел кресло, не дал ему остыть. Он внес к институции принципиальные для Путина изменения о шестилетнем сроке правления президента. Он отдал власть, которая была у него в руках, и которую он мог юридически и политически не отдать. И значительная часть элиты тогда, в 2011 году, в 2012 году, была консолидирована вокруг Медведева. И более того, к нему вереницей, вереницей, очередью шли ходоки с просьбой воспользоваться конституционным правом, объявить об участии в выборах на второй срок и тем самым завершить правление Путина. Этих ходоков было много, эти люди были высокопоставлены, но Медведев сдержал слово данное Путина. И как мне кажется, сейчас Дмитрий Анатольевич не исключает, вот я читаю в этих текстах, не знаю, самораздевание, просто самораздевание, саморазоблачение. Я читаю готовность Медведева снова стать президентом, вот буквально снова стать президентом. Готовность Медведева в поставить Путину плечо, принять на себя власть в той или иной ситуации, о которой может быть Медведев осведомлен. И это желание стать первым учеником среди других равных учеников, но это ученичество в человеконенавистничестве. Это совершенно очевидно. Поэтому ни к какому Дню народного единства этот текст отношения не имеет. Печально, печально, что сам Медведев публикует такой чудовищный текст 4 ноября и подтверждая, что он именно в этот день его публикует, таким образом показывает, что он не понимает даже того сакрального смысла, который закладывался в этот праздник когда-то. Он же и сейчас его пытаются рифмовать, но опять-таки в имперской России это было осмысленное рифмование с днем Казанской иконы Божьей Матери, с которой русское ополчение входило в Москву, чтобы вернуть Москву тем властям, которые они считали законными, российским властям. Ведь в действительности, если посмотреть на ситуацию событий начала 17 века, российские власти проиграли все. Они проиграли страну, они проиграли территорию, они проиграли Москву. В Кремле были представители другой династии, династия Сигизмунда боролась за то, чтобы стать российской, чтобы московский престол был польским престолом. Это была большая европейская история. И тут появляется из-за угла, можно сказать, русское ополчение. И говорит, власть, ты никуда не годна, ты ничего не можешь сделать. И вместо власти, вместо регулярной армии, ополченческие полки заходят в Москву, проводят военную операцию, берут власть в свои руки. Народ, народ сказал, что нам не понравилось, кто зашел в Кремль. И народ зашел в Кремль и сменил власть в стране. Собственно говоря, если внимательно смотреть на события смутного времени, не то, как они завершились, вот эти взятия Москвы, это ситуация народного восстания, когда та часть московской элиты, которая пошла на соглашение с поляками, не устроила представителей другой части российского общества. И эта часть российского общества, вооружившись, кто чем мог и кто как мог, пришла в Москву и сменила государственную власть. Вот то, что произошло. Лев Маркович, вот смотрите, я знаю, что вы являетесь принципиальным сторонником позиции, что изменения в России, в том числе и в отношении действующего сейчас режима, возможно только лишь изнутри нее. Но так уж стало, что череда этих ходоков к Путину или она, как раз-таки пребывает вот в этой волне человека-ненавистничества и расчеловечивания. Как эту волну можно остановить, имея в виду, что общество сегментировано, и значительная часть акторов политической дискуссии либо юридическими средствами, либо чисто географически из этой дискуссии вычленено, вынесено на периферию? Знаете, только история показывает, что есть периферия. Нам с вами нельзя себя чувствовать на обочине истории и на обочине общественного мнения, потому что мысль сама по себе, содержательная мысль, не может быть периферией. Не может быть и все. Человек мыслящий, человек думающий, он не является периферией вне зависимости от того, где он находится. Ни территориально, ни политически. Совершенно очевидно, что страна разбалансирована полностью. Вся многолетняя постсоветская трансформация завершилась крахом. Эпоха проиграна. Вот нужно спокойно признать, что попытка построить в России свободное, демократическое, открытое общество, начатое, по существу начатое Михаилом Сергеевичем Горбачевым в 1885 году и затем уже в других условиях и отчасти с другими целями. Это нужно признать. Продолженное Борисом Николаевичем Гельцином завершилось историческим поражением. Эта попытка завершена, она закрыта. К ней невозможно вернуться. Все. Мы откатились. У нас состоялся, в нашей стране состоялся полноценный реванш. Если говорить совсем образно, то путь 1991 года, августовский путь, с новыми лицами, в новых политических условиях достигает своих целей на наших глазах. Конечно, тогда их целью было сохранение Советского Союза в тех границах и структуры советской власти в том виде, как она пришла к 1991 году. Сейчас и границы другие, но как-то границы стали двигаться в сторону границ 1991 года, советских границ, я имею в виду. Это все очень показательно. И мы должны под этой эпохой подвести черту. И главное, что мы сейчас должны понять, насколько быстро это будет, время покажет, это понять причины этого исторического поражения, причины упущения этого шанса. То, что в результате возобладало в нашем обществе, это глубокая трагедия нашей страны, потому что мы с вами проживаем период самоубийства страны. То, что происходит сейчас, когда люди радуются смерти, когда упомянутый вами сегодня Дмитрий Медведев, послание в день народного единства начинает с вопроса, за что мы воюем. И, как вы понимаете, Дмитрий Анатольевич не получит административное взыскание за дискредитацию вооруженных сил и использование слова, которое для других людей может дорого стоить. Вот. Он задает прямо вопрос, за что мы воюем. Он вторым вопросом отвечает, что мы воюем за свою землю, которую никому не отдадим. И прямо дает понять еще раз, в очередной раз, а не с Путиным по очереди. Высказываются на эту тему уже два года, хочу сказать. Не с этого года начались эти высказывания. Что Украина это искусственное государство, что оно не имеет права на историческое существование, что это, по сути дела, ошибка, результат большевистских злоупотреблений со страной. Украина это Россия и, соответственно, это должна быть Россия. Медведев сегодня это подтвердил с абсолютной откровенностью, что называется, оставил все отпечатки сапог вот на свою аудиторию в миллион подписчиков. Поэтому то, что случилось с нашей страной, показывает, что в нашей стране оказался почти ликвидирован, почти уничтожен запрос на человеческую жизнь. То есть люди настолько измучились 30 годами нечеловеческой жизни, что эти условия нечеловеческой жизни стали, во-первых, привычными, во-вторых, они ищут, при том ищут теми способами, которыми предлагает власть, тех, кто виновен в этой нечеловеческой жизни. И эти виновные, вот они, вот они рядом, это Украина, как теперь выяснилось. Вы важную штуку сказали способами, которые предлагает власть, но в документе яблочного политкомитета, который широко обсуждается последние пару дней, есть формулировка «следует наполнять реальным политическим содержанием повестку дня общественно-политическую дискуссию, стремиться преодолевать расколотость, фрагментировать фрагментированность и дезинтеграцию общества». Я трагический избиратель «Яблоко», и в словах, которые вы произнесли там о постсоветской реформации, трансформации, я слышу голос Григория Алексеевича Явлинского. Как вы относитесь к спискосозиданию разного рода с внесением через одного в печень коррупционеров, разжигателей или здесь о Венедикте в конечном счете вопрос? И не является ли отчасти чем-то подобным вот эта попытка объявить о размежевании с поклонниками Ли, почившей партии СПС, сторонниками Навального или вот такой огромный конгломерат берется поклонниками «Эхо Москвы» радиостанции, которая еще в январе имела ежедневно миллион слушателей и занимала первые места во всех рейтингах, опережая даже музыкальные радиостанции? Это та самая попытка наполнить реальным содержанием, насколько это близко к ней? Станислав, я подписываюсь под тем, что партия «Яблоко» уважает все институты свободы слова, в том числе такой институт, как «Эхо Москвы». радиостанция «Эхо Москвы» сделала очень много для сохранения свободы в России, но, как и партия «Яблоко», оказалось бессильно остановить надвигающуюся катастрофу. Просто радиостанцию «Эхо Москвы» 1 марта, как дождь и новую газету, фактически физически уничтожили, прекратив вещание, партия «Яблоко» продолжает работу в России и каждый день может произойти все, что угодно. Сейчас идет очень болезненный, на мой взгляд, тяжелый не только политический, но и психологический разговор между всеми теми людьми, кто прожил 90-е и нулевые в нашей стране. Если сказать простыми российскими вопросами, иногда полезно открывать классические тексты, вошедшие в историю, и отвечать на вопросы, прозвучавшие в этих текстах. Поэтому мы берем два самых знаменитых вопроса русской литературы, политических вопроса русской литературы. Первый, который звучит как «кто виноват?». Второй, как известно, звучит «что делать?». И сейчас мы находимся на таком этапе нашего собственного исторического осознания, произошедшего, произошедшей трагедии, что определяем, кто виноват и почему произошло то, что произошло. Это резко обострило отношения людей. Главные риски, которые существуют в этой ситуации для политиков, мы сейчас говорим и политиков, это риски утраты связи с обществом. Главная задача, которая сейчас стоит, сейчас стоит перед российскими политиками, это не потерять из виду людей, не потерять из виду народ, не обидеть людей. Я вижу по реакции части общества, именно общества, на цитату, на абзац, по сути дела, из решения политкомитета «Яблоко», что люди приняли этот абзац не насчет политиков, кому он на самом деле адресован, и под поклонниками имеется в виду политики. Просто партии нужно быть всем нам, нужно быть внимательным со словами и понимать не только то, что мы вкладываем в этот смысл, но и то, как это воспринимается обществом. Если бы была такая возможность, я бы проводил все ключевые политические решения через небольшие фокус-группы, чтобы люди, не включенные непосредственно в процесс управления политической партией, в процесс подготовки документов, получали обратную связь от рядовых избирателей, от рядовых в том смысле, что они не занимаются политикой сами, но это политически заинтересованные активные люди, и они могут давать нам связь. Вот вы написали так, а мы это можем воспринять вот так. Примите это к сведению, отредактируйте. И, как мне кажется, нам предстоит большая работа, нам всем политикам предстоит большая работа, научиться говорить с народом так, чтобы народ нас понимал с первого раза и правильно, и чтобы даже если народ совершал вместе с нами ошибки и терпел поражение, чтобы народ не отчаивался, чтобы люди не чувствовали себя обиженными и оскорбленными. Это очень серьезный урок, который мы сейчас все проживаем. Безусловно, вот эти разговоры, все эти разговоры на тему, кто виноват, они не увеличивают никоим образом градус тружественности и совершенно очевидно, что между многими политиками водораздел прошел давно, очень давно. Затем настала эпоха между приходом Путина к власти и пожизненным Путиным, когда эти разногласия ушли на второй план, они не воспринимались обществом. В этой фразе, на мой взгляд, в этой цитате из решения политкомитета, буквально несколькими словами упомянут, Союз правых сил уже не существующий. И нужно сказать, что разногласия яблока и Союза правых сил на протяжении практически десяти лет, пока СПС существовал, были непонятны, просто были непонятны абсолютному большинству людей. Разногласия, по сути, было одно. Партия Союз правых сил в 1999 году приняла предложение будущей администрации Путина, тогда очень ограниченный круг людей уже знал о том, кто сменит Бориса Ельцина и каким образом это произойдет. И эта смена готовилась. Соответственно, готовились парламентские выборы именно в таком ключе. Создавалось движение Единство во главе с известными людьми и политически это движение уже тогда оформлял Путин. А парламентской на тот момент партии Яблоко было предложено пойти на выборы в Госдуму под лозунгом Явлинского в Думу Путина в президенты, имея в виду, что партия отказывается от выставления кандидата на президентские выборы и поддерживает Владимира Путина на президентских выборах. Явлинский отказался от этого предложения. Он тем самым спас Яблоко от той гибели, мучительной гибели, которая случилась с Союзом правых сил. Но это предложение было адресовано нескольким политикам, которых фактически собрали. Это была Ирина Хакамада, которую я считаю самым крупным, самым глубоким и самым искренним политиком из всей плеяды Союза правых сил. И то, что она ушла из российской политики, оставаясь в России, но полностью, полностью прекратила заниматься политикой. Это очень, это очень печальное событие для российской политики. Ее ниша никем не занята. Там же был Борис Федорович Немцов, который потом жизнью заплатил за то, что изменил свою оценку Путина и стал высказываться о Путине так, как он стал говорить. Там же был рано умерший, потом бывший министр финансов, очень умный и яркий человек Борис Федоров. И там же был Сергей Владимирович Кириенко, на которого безошибочно сделали ставку, как на ближайшего участника политической когорты будущего президента России. Сейчас он первый замрубителя администрации президента с широчайшими полномочиями и даже обсуждается его возможное участие в перехвате, приеме точнее, власти у Путина, когда настанет такое время. И яблоко не выбрало этот путь, оно не пошло на эту сделку. Организатором этой сделки был Анатолий Борисович Чубайс. В этой сделке участвовал Борис Абрамович Боризовский. Они создали организационную структуру, которая стала затем союзом правых сил. И не могу не вспомнить сегодня об этом, что на знаменитой фотографии декабря 1999 года после прохождения СПС в Думу с высоким результатом почти 10% вместе бокалы поднимают Путин, Чубайс, Немцов, Хакамада, Кириенко, Федоров. Вот это фотография на все времена, просто на все времена. Они поднимали тост за победу, за успех, а на самом деле они поднимали тост за свою смерть. Вот что получилось. Яблоко не пошло по этому пути. Мы тоже дорого заплатили. Мы дорого заплатили. Мы не смогли в полной мере объясниться с российским обществом. Почему мы не пошли по этому пути? Почему мы не пытались сделать из Путина европейского президента России? Это то, что пытался делать Союз правых сил. Мы не объяснили людям, почему эта развилка для нашей страны, которая была в 2000 году на выборах президента между Путиным и Явлинским. Это судьбоносная развилка. Выборы 2000 года привели нас 24 февраля 2022 года в итоге. Мы тоже несем свою часть ответственности как политическая сила, как партия, которая не смогла удержать эту ситуацию, хотя пыталась это сделать. У нас тоже не получилось. Можно сказать, что ветер истории дул нам уже не в спину, а в лицо. Притом дул в лицо так, что мало не показалось. Можно сказать так, но политики не должны снимать себя ответственной за произошедшую катастрофу. Мы не снимаем. Яблоко не снимают. Все эти шесть решений, которые 20 октября принял политкомитет Яблоко, они об этой ответственности, об ответственности за страну, об ответственности за то, чтобы избежать третьей мировой войны и ядерные катастрофы, о необходимости общения с обществом, прямого общения с теми людьми, кто, собственно говоря, поддержал Путина, неоднократно поддержал Путина и пришел к 2022 году. Как говорить с этими людьми, это главный вопрос сегодняшнего дня. Он главный, он ключевой. Мимо этого разговора невозможно пройти. Вот мы сейчас научимся тем, как говорить с этими людьми. Нужно, Санислав. Вот смотрите, какая штука. Всякий раз, когда мы говорим о развилках, перед которыми оказывается российская политика, мы вдаемся в реминисценции относительно прошедшего и ушедшего, пусть и определившего день сегодняшний. В этом нет спору ни с Явлинским, ни с вами. Но, тем не менее, читаю тезисы этого документа и опять вижу, что в этих двух вопросах, которые поставлены российской жизнью, кто виноват и что делает, превалирует первый. Опять идет акцент на поиск виноватых. А важное и значимое в тексте решения политкомитета создание дорожной карты модернизации России, определение положительной перспективы развития страны после катастрофы, обеспечение общественно-политической поддержки, движения страны в будущее, он во всем этом затушевывается и уходит на второй план по сути. обеспечения. Вот не нужно ли сейчас отмежеваться, собственно говоря, от постановки уводящих дискуссию в прошлое вопросов к тому, чтобы эту позитивную программу диалога, поиска этого диалога в каком-то емком и недвусмысленном четком тезисе преподнести? И что этому мешает? Санислав, очень важный вопрос. И хорошо, что вы его задаете. Ответ на вопрос кто виноват, это вопрос об ответственности. От вопроса об ответственности уходить нельзя. Просто от этих вопросов нельзя уходить. Иначе общество вместе с политиками ошибется еще раз. Это очень болезненные вопросы. И пока мы не пройдем эту стадию, движения дальше не будет. Эти вопросы болезненные. они усиливают разногласия между людьми. И в каком-то смысле они мешают внутри российскому диалогу. Мешают потому, что в центре дискуссии становится вопрос ребята, кто за это отвечает? Но я могу назвать выход из этого видимого тупика. Этот выход заключается в том, что люди, которые реально несут ответственность за события 90-х и начало нулевых годов, могут сейчас выйти перед всей страной или перед той частью страны, которая нас сейчас слышит и сказать, да, я принимаю на себя ответственность за то, что я сделал. Я ошибся. Я ошибся. Поддержав Путина, я ошибся. Приняв решение о том, что можно пожертвовать свободами, я ошибся. Приняв решение о том, что милитаризация общества умеренная, это допустимо, я ошибся. Решение о том, что можно охотиться за неугодными СМИ, которые говорят неприятную правду или даже неприятную неправду, но высказывают свое мнение. Это ошибка. Понимаете, когда человек признает свои ошибки, во-первых, он очищается, это и есть покаяние. У политиков тоже существует покаяние, это не только религиозный шаг, это и публично-политический шаг. И тогда те люди, кто почитал этих политиков, слушал их, следовал за ними, иногда не думая, просто потому, что политикам, к сожалению, свойственно доверять. И когда эти люди говорят я ошибся, это позволяет двигаться дальше вместе. Но дело в том, что значительная часть людей, которые ответственны за ту катастрофу, которая произошла с нашей страной, они своих ошибок признавать не хотят. Они говорят даже сейчас, что они все делали правильно, и тогда возникает вопрос, а как же все случилось? То, что случилось? На какой же почве все это с ними произошло? В принципе, датском Гамлете есть прекрасный ответ на этот вопрос. Все на той же почве, на датской. Вот на нашей российской почве это произошло. Для того, чтобы разобраться, что делать с этой землей, как ее возделывать, как ее спасать, как ее очеловечивать, нужно подвести итоги. Вы сейчас, может быть, дете, что я скажу путинской эпохи и ельцинской эпохи. Нет, надо наконец подвести итоги 20 века. Вот это главный разговор о смысле. Надо вернуться политически, интеллектуально, информационно, публично, вернуться к тому, что произошло с нашей страной в 20 веке. Потому что более чудовищного века в истории России не было. Это был век, когда страна на волне патриотического подъема решением Николая II и его ближайшего окружения вступила в Первую мировую войну, вступила с восторгом, просто с восторгом. Помните, потом Высоцкий пел «Чуюсь гибельным восторгом пропадаю, пропадаю». Так вот, тогда был восторг в 1914 году без всякого гибельного восторга. И никто не чувствовал, что пропадает. А прошло немногим более двух с половиной лет и здесь, в Пскове, на запасных путях железнодорожного вокзала Николай II, задавленный российской элитой, российским общественным мнением, российской прессы, загнанный в угол, просто загнанный в угол, карандашом, простым карандашом, подписал отрещение от престола государства российского, даже не известив своего брата Николая, что он передает ему образы правления российским государством, даже не известив. Понимаете? И если не вернуться вот тогда, из чего вырос большевизм? Ведь более страшного события в истории XX века в нашей стране, чем приход большевиков к власти в 1917 году через насилие, через переворот, через кровь, не было. Часто спрашивают, как они научились фальсифицировать выборы и не признавать их результаты, как они научились вести политику вопреки воле народа. Да вот пример. Большевики после своего прихода к власти бандитского не отменили выборы в учредительное собрание, испугались, решили, что они смогут их выиграть. Привели в ноябре 1917 года, 105 лет назад, выборы в учредительное собрание, и проиграли их с треском, с треском проиграли, выиграли революционные города, где был силен пролетариат, который они уже к тому времени освоили, но при этом проиграли всю остальную Россию. И тогда они просто разогнали учредительное собрание к чертовой матери, извините за такое непарламентское выражение, в январе 1918 года. И вот на этом январе 1918 года в России закончилась законная власть. Вы понимаете, с января 1918 года в России нет законной власти, потому что все последующие власти опираются своими корнями на разогнанное и расстрелянное в крови скончавшееся учредительное собрание 1918 года, избранное всем народом России. Если возвращаться к истокам той глобальной трагедии, исторической трагедии, которая переживает наша страна, это плата в том числе и за вот этот советский 20 век, за этот большевизм. А российские власти, получив власть в свои руки уже в Российской Федерации, Борис Ельцин, не стали возвращаться в эту точку? Не стали, потому что не захотели, потому что власть уже была в руках. Им хотелось здесь как можно больше кусок власти от Советского Союза. И они его взяли. Но власть была по сути в корне своем. Точно так же нелегитимной, потому что они опирались на гнилые корни. Не было во время советской власти, советской эпохи ни одного законно избранного органа власти, ни одного политически, с точки зрения политической легитимности не было. И то, что сейчас переживает наша страна, это результат того, что когда у Бориса Николаевича и его ближайших сподвижников, в том числе Анатолия Борисовича и Чубайса, и других людей, которые тогда держали в руках руль российского государства, был шанс подвести итоги, итоги советской эпохи, большевистской эпохи. И назвать большевистскую партию КПСС преступной организацией. И провести не просто десталинизацию, которую провел Хрущев в стране, провести десоветизацию, провести дебольшевизацию, делилинизацию страны. Мы до сих пор ходим по улицам имени Ленина, смотрим на памятники Ленину, и это считается нормальным. А в стране, которая утонула в крови по воле Ленина, это ненормально. Вот рядом со мной, в 300 метрах отсюда, улица Ленина, на которой Ленин 83 дня жил, пока был в Пскове, после ссылки в Шушенском, ему запретили жить в Петербурге и Москве. Он жил в Пскове, придумал здесь газету Иск, у нас домик Иск до сих пор цел. Как с музейными центрами, я согласен. Но когда улица Архангельская у нас улица Ленина, я не согласен. И когда стоит памятник Ленину, по сути дела на псковских костях, я не согласен, потому что это политическое глумление над народом. И когда каждый раз мы отказываемся от подведения исторических уроков, что сейчас не время, власть уже у нас, все нормально, нас поддержал народ на выборах. Мы легитимны. Кто будет сомневаться в выборах Ельцина 1991 года? Честно проголосовали? Честно. Я голосовал за Ельцина, я помню. Что получилось? А получилось то, что обществу не объяснили, откуда ушли, от чего ушли, от чего отказались. И вот мы пришли вот таким образом сначала к Путину, а потом в 22-й год вместе с Путиным, потому что никуда, кроме 22-го года, вместе с Путиным мы прийти и не могли. Это возвращение в тот Советский Союз, с которым страна, общество не смогли расстаться, не смогли расстаться 31 год назад. Эта история так наказывает. Она не мстит, она наказывает. Помните знаменитое выражение Василия Федоровича Ключевского? Это мой любимый русский историк, любимый. Отчасти потому, что он очень комплементарно и тепло писал о Пскове и псковских демократических порядках периода Вечевой Республики, периода псковской государственной независимости. Отчасти потому, что он писал историю живым, человеческим и очень одухотворенным языком. Так вот, у Ключевского есть прекрасная мысль. История ничему никого не учит, но она наказывает за невыученные уроки. Вот вся наша история последних 30 лет это наказание за невыученные политические уроки. И когда сейчас звучит вопрос, кто виноват, с одной стороны, это выглядит попыткой махать кулаками после драки. Так, друзья, у нас впереди еще одна такая же драка, а потом еще одна. Пока мы не разберемся, что случилось со страной, мы так и будем наступать на эти кровавые грабли. Ну, те, кто будут жить после нас, будут наступать на эти же грабли, потому что ничего другого им от нас наследство политическое не достанется. Я признаю, что эту дискуссию нужно вести, наверное, в более широких, более развернутых формах. Не двумя-тремя предложениями в решениях политкомитета Яблока. Она должна быть более детальной, более обстоятельной, более открытой, вот просто более открытой, где эти вещи должны обсуждаться широким кругом людей, не только политиков, но и историков, политологов, ученых, журналистов. Этой дискуссии не надо стесняться, ее не нужно засовывать на третий план внимания. Ее нужно вести открыто и публично перед всей страной, там, где мы можем это сейчас делать. При этом это не отменяет, не отменяет ответа на вопрос, что делать? Не отменяет. Но пока мы не разберемся, что произошло, и общество не поймет, где, когда была нарушена человеческая целостность Российской Федерации, понимаете, не территориальная, а человеческая и духовная целостность нашей страны, мы никуда дальше не сдвинемся. Вот мы только что, я не знаю, думаю, что все люди, у кого есть в голове мысли и в сердце чувства, все пересчитывали хронику событий в театральном центре на Дубровке 20 лет назад в центре Москвы. Я все четыре дня вот просто каждый день несколько раз заходил в этот телеграм-канал. Ну, ужасная, ужасная трагедия. Но где публичное понимание того, что ад на Дубровке начался в Чечне осенью 94-го года, когда началась война в Чечне, когда правительство России и лично Ельцин приняли решение, что решать чеченскую проблему нужно кровью. Но вот кровь 94-го года пришла на Дубровку в 2002-м году, когда двое детей, мальчик и девочка 13-14 лет, игравшие главных героев в детстве, в итоге это и было будущее России. Это было символическое отравление газом будущего России. Погибли, не выдержав этой газовой атаки, лежат сейчас на Афганистовом рядом друг с другом. Понимаете? Удивительная штука. Если не отвечать на вопросы, вообще не отвечать на вопросы, что произошло и почему произошло, вот это все будет возвращаться. Это бумеранг. Политика это бумеранг. Если ты послал бумеранг насилия, он к тебе вернется. Если ты послал бумеранг лжи, он к тебе вернется. Вот так устроена жизнь. Никак иначе и никогда она не будет устроена. Лев Маркович, а как быть с тем, что на фоне невыученных исторических уроков история преподносит те уроки, в которых мы уже сейчас существуем и не стремимся к тому, чтобы их учить. Вот вы упомянули об отречении Николая II. Это весна 1917. А 11 ноября 1918 года подписывается вот тот самый мир между французами и ненцами в теплушке вагона в Копьенском лесу. И перед этим отрекается Казер, где по большому счету вот те самые настроения, которые были свойственны русскому 1914 году, изначально демонстрировала и немецкая общественность. У нас сейчас в России начался осенний призыв. призыв после того, как президент подписал указ о 195-тысячных выплатах, мобилизованных в ходе частичной мобилизации. На ваш взгляд, это вариация на тему развития, скажем так, углубления в невыученности урока? Что это? Как с этим-то быть? Путин восстанавливает всеми доступными ему средствами ту страну, разрушение которой он счел исторической несправедливостью. У Путина очень своеобразное, сформированное годами, не вчера, представление о справедливости. Это представление связано с территорией, это представление связано с властью. Путин уже который раз, и последний раз он это сказал, не последний, но вот самый последний, самый крайний по времени выступление на Валдае сказал о том, что распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Понимаете, пока страна не поймет, что создание Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой 20 века, а не распад Советского Союза, мы будем ходить по этому кровавому кругу. Пока в стране живет ностальгия по Советскому Союзу как стране справедливости, в которой были тысячи политзаключенных даже при Брежневе, при которой не убили академика Сахарова, просто не отравили, не сгноили, только потому, что его знал весь мир, и потому, что Сахаров автор водородной бомбы, и потому, что убийство Сахарова могло обрушить международные отношения Советского Союза, но его сослали в горький. И вот это восстановление справедливости через кровь является теми самыми кровавыми граблями, которые, от которых наша страна никак не может отойти. Мы считаем возможным, в принципе, считаем возможным, мы, как большинство наций сейчас, считаем возможным восстановление справедливости через кровь. То есть, то, как мир развивался тысячелетиями, понимаете, тысячелетиями, восстановление исторической и политической справедливости, создание государственных границ через кровь, становление государства через кровь считалось нормальным. А тот урок, который, казалось, извлекло человечество из Второй мировой войны, который остается до сегодняшнего дня самой глобальной самой страшной катастрофы в истории человечества заключался в том что ценность человеческой жизни выше любых политических ценностей в этом был урок второй мировой войны и попытка устроить послевоенный мир ялтинско-потсдамский заключалась не только в разделе сфер влияния между советским союзом соединенными штатами великобритании и другими странами антигитлеровской коалиции а идея заключалась в том чтобы создать механизм предотвращения войн предотвращение насилия над государственной глобальный механизм и вот этот ялтинско-потсдамский мир разрушен до основания просто разрушен до основания в 2022 году он закончился при том все понимают что он закончился почти незамеченной прошла инициатива германии о о возвращении германии точнее о включении не возвращение конечно германия в совет безопасности он ведь этот высший особый коллегиальный орган оон организации объединенных наций 193 государства 15 из них входят совет безопасности из них 5 постоянные члены совета безопасности в том числе россия как правоприемник советского союза это страны гаранты мира и как быть в этой ситуации в новой ситуации когда совет безопасности не работает свое предназначение не выполняет решение принять не может а постоянные члены совбезон обладает правом вето любая страна входящая в пятерку постоянных членов совета безопасности накладывает вето на любое решение и это было тоже одним из способов гарантирования мира когда это задумывалось конструкции считалось что пусть у одной страны из пяти будет последняя возможность если все вот все договорятся о войне одна страна скажет нет и во что это в итоге превратилось мы на руинах мира мы сейчас на руинах послевоенного мира 45 год 1945 год закончился 2022 году и сейчас глобальные политики и местную политики с глобальной ответственностью должны думать над тем как выстроить новую мировую архитектуру вот для меня как политика главное решение политкомитета яблока чтобы не ошибиться в словах даже вот просто прочитаю о ситуации в мире и ответственности политических лидеров и вот к этому решению присвокуплена фотография на которой сидят блэр буш меркель путин и саркази в палаточки смешной полосатой палаточки эта фотография сделана буквально 10 небольшим лет назад 15 лет вот вот такая история понимаете что сейчас делать политическим лидером мира готовым нести ответственность они чтобы предотвратить ядерную войну а мы в шаге от ядерной войны все вот эти вот разговоры возможных сценариев испытания ядерного оружия над черным морем посмотреть что получится какие-то тактические ядерные удары на опустошенных территориях это ведь люди пристреливаются понимаете они пристреливаются сейчас среди глобальных политических лидеров нет ни одного человека который пережил вторую мировую войну хотя бы ребенка одна из причин того что мир полвека более полвека удерживался от глобальной катастрофы связана с тем что все лидеры ведущих стран мира до конца двадцатого века это были люди лично пережившие войну особенно в 50 60 70 и годы они либо воевали либо пережили войну на оккупированной территории либо пережили войну в концлагере как аденауэр либо были детьми но они помнили глобальную кровавую катастрофу когда нигде не было дома везде была война и вот эта прививка войной второй мировой войну она дала миру некий запас гарантий политические гарантии что эти люди которые прожили этот кошмар ни при каких обстоятельствах не вернуться к ситуации глобальной войны а теперь этих людей уже нет живых не то что нету власти их нет живых они все ушли и всеми странами мира в том числе ведущими странами мира не исключая китай а китай это отдельный разговор руководят не то что не воевавшие а в каком-то смысле не навоевавшиеся люди они крови такого масштаба не видели в каком-то мысли у них нет прививки от кровопролития потому что к сожалению жизнь пока устроена так что пока сам не проживешь и не выживешь это непонятно вот одну вещь в этом месте скажу я к стыду своему не помню сейчас кто автор фразы но у нее есть есть автор я думаю что зрители могут погуглить и найти настоящую правду войне знают только погибшие на войне понимаете то есть всю меру ужаса понимают те кто не пережил ни войну не сталинские репрессии те кто погиб они знают всю настоящую правду потому что настоящая правда это смерть и когда мы сейчас видим со стороны самых разных стран самых разных стран прямые инвестиции в эскалацию военных действий прямые инвестиции ставка на исключительно военный результат попытка перенести калькой вот просто калькой школьной ученической калькой двоечников просто калькой неисправимых двоечников события второй мировой войны русские танки в Берлине, советские танки в Берлине, на события военной операции, военного конфликта 2022 года и далее, потому что совершенно очевидно, что он не закончится в этом году между Россией и Украиной и по сути всем миром, это опаснейшая ошибка двоечников, потому что это инвестиции в возможное глобальное самоубийство. И сейчас, если говорить о реальной политической ответственности, то эта политическая ответственность заключается в том, чтобы использовать все силы, которых на самом деле безумно мало. Рычагов нет, ООН бессилен, Совет Беспотности ООН бессилен, нужна какая-то новая институция, возможно временная, которую нужно формировать под сегодня, просто под сегодня. Не знаю, на базе Совбеза ООН, на базе этих же семерок, двадцаток, не знаю, это вопрос отдельного серьезного глубокого разговора. Но нужно сейчас остановить эскалацию и остановить кровопролитие. Оно чревато ядерной войной и третьей мировой войной. Мы к этому близки. Невозможно методику действий борьбы стран антигитлеровской коалиции переносить на события 2020 года, 21 века. Изменилось все, изменился мир, изменилась информационная среда, появилось ядерное оружие. У Соединенных Штатов Америки и России от 17 до 18 тысяч ядерных зарядов. Понимаете? Не 10, не 100. От 17 до 18 тысяч. Мы сидим на огромной ядерной бомбе. Огромной. Это не повод для того, чтобы кого-то ставить на колени. Я уже представляю себе, что сейчас может в 35 раз начаться после такого обсуждения. Это просто повод для того, чтобы понять, что уровень рисков, реальных рисков, на порядок превышает риски конкретной военной операции на территории Украины. На порядок превышает. И этим сейчас, насколько я это вижу, практически никто не занят. Потому что все включены в одно противостояние. Все за одной шахматной доской. Но за этой шахматной доской находятся люди. Это не один человек. Это больше, чем один человек, который готовый применить прием Астап Бендера. И сбросить все фигуры с доски. С тем, чтобы на этой пустой доске, как им кажется, построить новый миропорядок. Вот это самые опасные люди сейчас. Самые опасные. Олег Маркович, я правильно понимаю, что вот это решение политкомитета, о котором мы в конечном счете ровно о нем и говорим. Это такая попытка институциализировать ответственность и возможность самого этого диалога. Потому что иных способов обеспечить солидарность, каким-то образом ее структурировать нет. И в этом смысле, где те юристы, с которыми советуется Путин, которые могли бы градус и меру этой ответственности до фигуры человека, стоящего на протяжении 23 лет во главе российского государства донести. Ведь он же не ищет этих юристов в среде институциализирующихся таким образом, как вы это описали, политических сил. Есть рядом с ним на руинах российского государства такой юрист. Мы его сегодня с вами хорошо, что не к ночи поминали. Дмитрий Анатольевич Медведев. Реально рассматривалась возможность, что это лицо может стать председателем Конституционного суда России. Более того, до сих пор в российских университетах стоят учебники по гражданскому праву, по цивилистике. Те целые главы, написанные господином Медведевым. Вообще нужно видеть, насколько бесчеловечная система не только людей расчеловечивает, рядовых людей, но во что она превращает политиков. Потому что пример Медведева – это пример, который войдет в христоматии, в будущие учебники истории, когда о нынешней эпохе будут писать в прошедшем времени. Что касается юристов и советов Путина. Все он для себя решил. Совершенно понятно, что не будет никакого указа о прекращении мобилизации, потому что этот указ сделает невозможным продолжение призыва резервистов. Просто невозможным. Этого указа не будет, хотя он юридически абсолютно востребован. Сейчас мобилизация перетекла в плановый призыв. В рамках мобилизации по официальным данным призвано 300 тысяч человек, из которых на линии, как они называют сами, боевого соприкосновения в 1100 километров находятся уже почти 100 тысяч человек. И остальные находятся в стадии подготовки. Во время призыва намерены собрать под военную форму еще около 125-130 тысяч человек. А дальше, вот я как вижу развитие событий, в том числе на поле боя, дальше встанет вопрос, что дальше? То есть кто следующий? До тех пор, пока не будет принято реальное, глобальное, международное. Это уже невозможно между Россией и Украиной. Невозможно. На сегодняшнем этапе это исключено. То есть нужно брать единственный, последний, живой пример договоренности. Это зерновую сделку, в которую влезла Турция с ее экономическими интересами и некоторыми исключительными возможностями влияния Эрдогана на Путина. в силу газовых интересов, не в силу зерна, в силу газа и нефти. Вот то, что их сблизило и сплотило. Так-то они настолько зеркали друг друга, что рано или поздно покусаются. Но пока это самая крепкая связка. И получилось, в том числе, вернуться в зерновую сделку, которая отражает интересы больших, больших денег, больших государственных и коммерческих корпораций, брать эту сделку за модель и искать такую же политическую конструкцию для того, чтобы остановить кровопролитие. Очень часто путают соглашение о прекращении огня и, соответственно, прекращение милитаризации, в том числе в России и в том числе в Украине, которая сейчас находится в тяжелейшей экономической ситуации. Такой ситуации в Украине не было никогда. Это тема отдельного разговора. Но только те люди, кто управляет украинской экономикой и финансами, знают правду. Только они. Сегодня валы и внутренние продукты Украины полностью обеспечиваются внешними влияниями, внешними вливаниями, внешними финансами. Это тема отдельного разговора. Так вот, для того, чтобы остановить этот процесс, необходимо найти конструкцию с посредниками, которые переведут нынешнее выяснение отношений с оружием в руках в разговор из двух этапов. Первый этап – это прекращение боевых действий, подписание соглашения о прекращении огня. Прекращение убийства людей. Помните знаменитый, знаменитейший лозунг 20 века? Люди, не убивайте друг друга. Это первый этап. Это не этап границ, это не этап кто где остается, это не этап фиксации соотношения сил. Это этап прекращения огня. Дальше начинается самое тяжелое. Реально тяжелое. Невозможно предположить, как сейчас вести разговоры о государственных границах. Но на фоне военных действий никакие политические переговоры невозможны. Просто невозможны. У людей в руках ядерное оружие, и они продолжают боевые действия. Мы же видим, какой сценарий реальных боевых действий. Прошла в России мобилизация. Что случилось с линией фронта? Линия фронта законсервирована. Мы видим сейчас движение. Я не военный специалист. Я не буду обсуждать, что ждет Херсон, что ждет Бамут. Это совершенно другая тема. Это не моя тема. Но я вижу, что инвестиции в силовую политику дают результат в виде консервации военного противостояния. Любой политик, который сегодня скажет, что из этой ситуации, из этого тупика возможен военный выход. Понимаете? Военный выход. Этот человек либо глупец, либо хуже, чем глупец. Потому что военного выхода из этой ситуации нет. А понимание отсутствия военного выхода из этой ситуации почти отсутствует. Вот об этом решение, главное решение Яблочного политкомитета от 20 октября, которое вот сейчас вышло в свет. Это сегодня вопрос номер один. То, что при обсуждении этого вопроса российская оппозиция самых разных цветов и форматов вошла между собой, это мы видим сейчас, в ультимативный клинч, это он клинч на уровне отрицания самого права на другую позицию. Я когда читаю некоторые комментарии к решениям Яблочного политкомитета, у меня в голову приходит один вопрос. Эти люди точно демократы? Эти люди точно либералы? А можно оставить за нами наше право высказывать нашу позицию и принимать наши решения? Вот у вас, у всех, это я не к вам, Станислав, вы журналист, это я к политикам, есть право занимать свою позицию, высказывать свое мнение, апеллировать к обществу, выступать, обращаться к тысячам и к миллионам людей. У вас есть это право. Но, господа, у вас нет права отрицать наше право, высказывать нашу позицию и обращаться к обществу. А потом мы приходим к главному. А главное, это разговор с людьми, который будет длиться теперь, вот после всего произошедшего. Мы же долго шли к 24 февраля 2022 года. Теперь мы так же долго, годами, годами будем в этой ситуации жить. Она не завтра разрешится. Любые иллюзии о том, что вот завтра пойдет режим, сменится власть Путина на патентованных демократов, это глупость. Это просто глупость, этого не будет. Мы продолжаем падать. Мы страна, которая не достигла точки своего падения и политического, и культурного, и социального. Мы еще в движении вниз. Не наверх, как это кажется Дмитрию Анатольевичу Медведеву, возможно, после каких-то особенных состояний, а вниз. И то, что мы еще этой точки не достигли, тоже понимают не все. То есть нам предстоит период очень тяжелого, очень болезненного, трагического осознания реальности. В нашей стране предстоит самое тяжелое, что вообще может предстоять любому обществу. Это осознание реальности. И вот как мы это осознание проживем, в каком состоянии из этого осознания выйдем, мы не знаем. Но с людьми, которые переживают такую трагедию, трагедию осознания правды, нужно говорить, что бы ни происходило с этими людьми, с уважением. До сих пор советское и российское государство говорило с народом на языке дубины, винтовки, автомата, виселицы. Чем закончился мирный поход к царю, отсутствующему в Зимнем дворце 9 января 1905 года, мирный поход в Петербурге? Кровавым воскресеньем. Вот мы до сих пор не пережили кровавое воскресенье. Все большевистские репрессии, это по сути продолжение того же самого кровавого воскресенья. Мы никак не можем вырваться из колеи насилия. Вот ужасное, ужасное, наследственное наследие, политическое наследие нашей страны заключается в наследии насилия. Его нужно пережить. Вот эта ненависть, в том числе ненависть в политической дискуссии, когда люди, неважно где находящиеся, здесь, в стране, за пределами страны желают нам политической и личной смерти. Это та же самая трагедия насилия. Вот они демократы, но они желают нам смерти. Они не демократы, они не либералы. Они по большому счету участвуют в таком же расчеловечивании общества, вовлекая людей в глобальное насилие. Что эти люди, кому они, как им кажется, противостоят, они их зеркалят. Поэтому нам предстоит очень тяжелое время. Оно еще в самом начале. Оно еще только в самом начале. Оно не дошло до своего пика. И чем быстрее все люди, которые готовы брать на себя ответственность за будущее страны, поймут эту ответственность. Ответственность выхода из колеи насилия, из колеи уничижения человека, из колеи уничтожения человеческого в человеке, тем больше шансов, что мы сможем построить, или не мы, а те, кто будут после нас, смогут построить человеческую страну на этих руинах человека-ненавистничества. Но пока что, пока что ненависть сильнее любви, к сожалению. И очень трудно тем, кто говорит о любви и уважении. Трудно, больно, тяжело. Но нам это тоже нужно все пережить. Нам нужно выдержать. Нам нужно выставить. Нам нужно выжить. Сегодня... Обязательно выдержу. Будем стараться. Имеющие уши, да услышат. Я благодарю вас за этот разговор, за монолог, за очень важный, мне кажется, монолог. И не могу не согласиться с вами. Люди, перестаньте убивать друг друга. Просто человеческая жизнь стоит того, чтобы жить. Благодарю вас. Станислав, большое спасибо за разговор. Спасибо всем, кто вместе с нами думал о том, о чем мы сейчас говорили. Спасибо большое. Политик Лев Шлозберг. Друзья, это программа «Вдох-выдох» гостем которой сегодня стал политик и член Федерального политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлозберг. Я, Станислав Кривьков, прощаюсь с вами. А вы тем временем подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео и поделитесь ссылкой на этот ролик в своих социальных сетях с близкими, друзьями, знакомыми. Мне кажется, здесь было произнесено много существенных, значимых слов, которые достойны того, чтобы быть воспринимаемыми во всей их полноте. Вечер на «Ходорковский лайф» продолжится новостями в информационно-аналитической программе «Воздух». Но берегите себя, оставайтесь с нами и удачи. Увидимся еще не раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok